У вас прочитал латрос, и прочитал я ответы своих коллег, и вы знаете, вот что я вам хотел сказать. Вот мои коллеги, они говорят вам, чтобы вы не спешили с преднанием, чтобы вы не торопились, чтобы выдали какое-то время, да, чтобы как-то прошло побольше времени для того, чтобы получше узнать человека, чтобы сдвинуться с ним и так далее. И в принципе, в принципе, они правы со своей стороны, но здесь, на мой взгляд, упускается из виду такой серьезный момент, как ваши индивидуальные особенности. То есть, вот, индивидуальные особенности именно лично вас, какие вы оба люди, какие у вас взгляды, какой тип у вас отношений, насколько у вас сейчас развитая близость, интимная, но интимная не в плане сектора, а интимная в плане духовного. То есть, насколько вы друг другу доверяете, например, и так далее. Насколько вы друг от друга зависите, например, и так далее. То есть, вот эти вот все вещи, а также ваш психологический портрет, ее психологический портрет, соотношение ваших темпераментов и так далее. Все вот это вот нужно проанализировать, чтобы, исходя из этого, уже дать вам какой-то более или менее адекватный ответ на то, что именно для вас будет правильно. Потому что, ну вот, пока, пока, вообще непонятно. Вы пишите, полтора месяца встречаемся, значит, около 15 встреч. Ну, это, кстати, данные статистические, то есть, вы как будто бы сами считали, но это вам. Вы, наверное, думаете, что вопрос признаваться в любви или нет, и когда признаваться в любви, зависит от количества встреч. Я вас разочарую, не от количества встреч зависит ответ на вопрос первый и второй, а от того, какое у вас взаимоотношение, какое у вас взаимодействие между вами. Вот от этого зависит ответ на вопрос, а не от количества встреч, и ни одного, был ли у вас интим или нет. Пожалуй, вот я согласился с коллегами на счет интима, которого у вас не было, только в том случае, если вам, ну, скажем, до 25 лет. А если вам уже после 25, например, около 30 или за 30, и далее, то полтора месяца, без интима, это довольно много. То есть, понимаете, возраст тоже очень важный момент, вы о нем не пишете. Разница в возрасте, очень важный момент, вы о ней тоже не пишете. И когда вот без всех этих аспектов давать вам какой-то ответ на ваш вопрос, а вопрос довольно серьезный, ну, не представляется для меня возможным. Можно, причем, причем, можно сказать, когда предноваться в любви, хотя по-хорошему вам решать это. Вот когда вы считаете нужным, когда вы чувствуете, что пора, тогда и нужно делать это. И нету какого-то правильного решения здесь, нету какого-то идеально подобранного момента, потому что он, этот момент, для каждого свой. И для вас он тоже уникальный. Другое дело, другое дело, почему вы задались этим вопросом. Ну, когда, если вы сейчас человека любите, если вы видите в ответ симпатию, пусть и довольно специфичную, я об этом чуть позже скажу, то все мешает признаться в любви человеку. Ну вот, вы его любите, вы проводите свое время, вы не хотите делать человека счастливым, ну, я надеюсь. Что мешает сказать о любви? Чего вы боитесь, в чем неуверенность? Считаете, что можете человека потерять, значит, боитесь его потерять, значит, есть страх потери. Может быть, страх остаться одному. Или, возможно, для вас этот человек имеет какое-то еще другое личное значение. Но, в любом случае, этот момент нужно разбирать, откуда у вас появились сомнения в том, стоит признаться в любви или нет. Это очень хорошее чувство, и это здорово, что любовь у вас появилась, и если вы видите ответ на симпатию, то нет ничего плохого в том, чтобы об этом сказать. Но, без ожидания чего-либо в ответ. То есть, если вы задаете себе вопрос, для чего я признаюсь в любви, что я хочу получить за меня, какую обратную связь я ожидаю. И если вы на этот вопрос себе отвечаете, значит, любви признаться не стоит. Потому что, в таком случае, вы действуете именно для себя, а не для человека. Если же вы просто хотите быть честным, если вы хотите быть честным, то, блин, знаете, это здорово, это правильно, это шаг к заверу. Вот. Но не стоит ждать чего-либо взамен от этого. Не стоит, например, думать, что ваш партнер, он изменит свое поведение к вам. Не стоит думать, что ваш партнер будет вести себя по-другому. Не стоит думать, что он будет вам что-то больше давать. И не стоит думать, что он ответит вам чем-то. Вот, если вы готовы без всего этого признаться в любви. Если у вас не будет чувства разочарования, ну, вот, представьте себе, что вы пристаете, да, и какую реакцию вы хотите, то признавайтесь в любви, если вы все равно спокойно. В этом нет никаких проблем. Но если человек вам нужен для чего-то, для себя, для каких-то своих достижений, для удовлетворения своих желаний, для подчеркивания каких-то своих качеств, может быть, или для купирования своих противоречий, то тогда, конечно, не стоит признаваться. Далее, по поводу того, как, когда. Здесь, опять же, запрос, скорее, к вам. Если вы не знаете, когда, значит, признаваться в любви, да, то есть, вот, вы говорите, сейчас, не рады ли. То получается, что вы как бы не доверяете себе. То есть, вы сомневаетесь в том, стоит ли вам сейчас проявлять свои чувства. То есть, вы не позволяете себе чувствовать. То есть, вы не являетесь одним собой, ну, до конца, и самого себя, свою активность проявить либо боитесь, либо сомневаетесь в этой, в этой самой, правомерности, правомерности своего поведения. И тогда, возникает вопрос. Если в правомерности своего поведения вы сомневаетесь, то с чем это связано? Вот, конкретно, с чем связано то, что вы сомневаетесь в правомерности своего поведения? Либо не уверены в себе, надо наработать именно с этим, почему вы не уверены в себе, в чем и так далее, что вы в себе не принимаете и пытаетесь за счет партнера купировать. Это могут быть и комплексы, это может быть просто не уверены в себе и так далее, либо партнер для вас что-то значит, и вы боитесь его потерять. То есть, как понимаете, отвечать на ваш вопрос конкретно было бы неэтично. Слушайте, я не считаю возможным давать вам советы, но я попытаюсь обратить ваше внимание на то, что побудило вас задать этот вопрос, что побудило вас задать такой вопрос, такого плана, такого характера. Это важно. Далее, значит, вот вы говорите, что стоит ли признаваться, если ответ на любви, по моему мнению, скорее всего, пока еще нет. А это зависит от вас. Нет ничего плохого в том, если вы признаетесь в любви, но не важно, есть, соответственно, любовь или нет, главное, что она есть у вас. Если вы можете любить для нее, а не для себя, то никаких проблем с этим не будет. Далее, вы говорите, что есть пока лишь чувство от нее, а чувство какого рода, непонятно. И видение по ее словам во мне идеално. Говорит, что я идеален, иногда пытается найти недостатки. И судит по этому поводу. Ага, ну, вот здесь момент довольно серьезный. То есть человек вас идеализирует. Идеализация – это всегда плохо, потому что, во-первых, идеализация – это влюбленность. То есть, если она видит в вас идеал, значит, она в вас влюблена. Но влюбленность – это не всегда и имеет что-то общее с любовью. И идеализация человека в данном случае продиктована ее желанием. И вот здесь, вот здесь, помимо всего прочего, я бы хотел, чтобы вы поговорили со своей девушкой, со своей женщиной и узнали, откуда и как сформировался идеал. Чем это был продиктован? Если, например, у нее до вас были какие-то серьезные проблемы в отношениях, где она там, ну, унижалась, где ее унижали, где ее как-то принижали, где были переживания, где были какие-то травмы и так далее. Если ситуация такая, если ситуация складывается так, то очевидно, что отношение к вам – это ее реакционное поведение. И, соответственно, вы для нее средства. Это неплохо, но на это нужно обращать внимание вам. Она видит в вас именно средства для достижения своих целей. И я полагаю, я полагаю, что если вы будете иметь это в виду, то вам будет куда проще выстраиваться в ней отношения. То есть либо вы захотите быть для нее этим средством и будете соответствовать ее идеалу, если вам не сложно это делать, если вы себя не теряете. Либо вы не будете этого делать и очень быстро она проявит к вам свое истинное отношение. То есть либо будет вас пытаться поменять, либо будет недовольна постоянно тем, что вы не соответствуете ее идеалу, либо с вами разойдется. Ну и, наконец, последнее, о чем я, наверное, хотел бы вам сказать – это то, что вот если мы говорим о влюбленности… Да, кстати, поиск недостатков и шутки по этому поводу – это защитная реакция. Она сознательно понимает, что идеализация – это плохо, и пытается вас как-то деидеализировать, но у нее это не получается. Значит, если мы говорим про влюбленности, то здесь вы можете подождать, ну, примерно полгода, вот, я имею в виду, необязательно полгода не признаваться в любви, если вы не чувствуете, то я думаю, что нужно доверять себе, если вы уверены в своих чувствах, вот, но полгода – это тот срок, в пределах которого обычно влюбленность проходит. Если вот по истечению полугода у нее вот это вот к вам влечение, вот это отношение к вам не изменится, ну, скорее всего, это действительно что-то более серьезное. И, в конце концов, идеализация – это неплохо, если вы соответствуете этому идеалу, если вы, естественно, ему соответствуете, а не, ну, надрываете силы, да, и изо всех сил стараетесь быть похожим на того, с кем она хочет вас видеть. На этом все, надеюсь, что пап помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok